здравствуйте мои дорогие сейчас хочу показать вам как делать прическу сейчас покажу какую вот такая вот прическа многие спрашивали как я ее сделала сейчас я покажу вот такая вот вот такая вот с ракушкой сзади я очень решила показать вам специальная поставила в два зеркала и вам будет видно сзади так значит начнем пишем пишем я наверно монтировать не буду не знаю посмотрим так начинаем расчесываем просто всю голову меня немножко сзади начес есть чуть-чуть по бокам начес есть но нам нужен будет очень большой начес поэтому нам нужно будет обычная расческа ну просто расчесать волосы для начала расческа щетка щёточка для начеса шпильки набор шпилек крабик маленький и набор невидимочек обычных невидимочек вот ну и так собственно приступим у меня как бы стрижка вот такая что ну видно какие у меня волосы и сзади вот я давайте покажу вот так вот такие у меня волосы поэтому на мою прическу она хорошо подойдет и не знака с другими стрижками ну вот значит определяю середину откуда я хочу чтобы у меня пошел начес я люблю начес прям вот чуть ли не от самой вот не от самого лба то есть чтобы он такой большой пошел поэтому значит я вот тут определяю вот примерно как на наверное от середины брови вверх как бы такую вот челку челку наверное да не оставляю а все остальное наверное чуть чуть побольше отсюда заберу вот отсюда это все будет остальные волосы это все будет начес это можно забрать то есть как бы определяем по ходу пьесы это вот челка будет у нас самом конце укладывается поэтому сначала ее закалываю крабиком чтобы она нам мешал у нас определился у нас определился место для начеса и мы начинаем начесывать видео про начес у меня уже есть начес мы делаем прямо мелкими-мелкими прядочками, чтобы он был у нас очень-очень большой. Честно говоря, на эту прическу волос журеть не нужно. Конечно, потом их можно недосчитаться, но зато это будет хорошая прическа. Не вижу ничего. Вот у меня примерно уже три пряди начесано. И четвертую. То есть начес должен быть достаточно массивным, как а-ля Бабетта в древних-древних годах. Ну, в общем, примерно вот как-то так сзади это все дело выглядит. Теперь подбираемся к боку. Бок мы чуть-чуть начесаем. У меня волос там не особо много. И, наверное, еще вот тут вот. Боковые я не особо залачиваю, потому что они все равно верхними этими прикроются. В общем, получается у нас такая вот шихерезада, лохматая абсолютно. Теперь начинаем приводить это все в порядок. Эта же щетка абсолютно же. Ничего сверхъестественного. Не бойтесь, что у вас начес немножко спадет, потому что эта щетка, она идет как для начеса, так и для счесывания начеса. Ну вот, начес наш готов. Теперь берем крабик. Пардон, возьму я еще один крабик. Этим я закою челку. Плохим. И примерно вот от ушей вот как бы ведем вот так вот, где рука-то. Вот видите, как получается примерно. Вот. И где-то вот в темечке, ну, чуть пониже, наверное, у кого. Где эта темечка? Подбираем. И закрепляем крабиком. Крабик лучше вот не такой, честно говоря, видите, какой у меня. Давай, ну, такой слабенький. А вот где побольше зубчиков. И чем больше волос, тем больше, я думаю, крабик нужен. Ну, вот как-то так. Теперь берем эту щетку. Кому как удобно. Я и руками могу, и щеткой. И можем, если кому недостаточно этого начеса, объема начеса, руками вытаскиваем. Поразительное свойство камеры, что оно все уменьшает. То, что находится на голове, оно почему-то у меня все уменьшает. Ну, вот. Примерно вот так вот. Теперь остается самое интересное. Берем, зачесываем боковинку. И берем невидимки. Так. И вот так вот закалываем. Чтобы получился такой ряд. А, кстати, я забыла одну вещичицу. Ну, это как бы вот, чтобы было за что зацепиться шпильком при создании ракушки. Извините за звук. У меня есть пончик. Я думаю, что после моих видео многие пончики напокупали. Ой. Ну, ладно, бог с ним. Значит, такой вот пончик, из которого я делаю прическу. Можно любой другой шиньон, у кого что есть. Но я вот использую этот пончик, мне он как-то больше удобнее. Я заматываю его посередине. Он у меня выполняет роль как бы валика. Если у кого-то есть валик, если кто-то специально пойдет в магазин покупать этот валик. Ради бога. Может, кто-то, я не знаю, носок запихает туда. Ну, в общем, что угодно, чтобы волосы выглядели более массивно. Ну, и теперь начинается самое достаточно сложное, из-за которого моментом может съехать начес. Сейчас берем валик и начинаем как можно выше накручивать. Руками прощупываем, чтобы по ощущениям не оставалось, ну, просвечивающего сквозь волосы валик. Теперь берем шпильку. И чем вот хорош именно вот этот валик, именно вот этот пончик, он, сквозь него хорошо протыкаются шпильки. То есть, нужно какой-то такой материал, сквозь который хорошо протыкаются шпильки, захватывая всю прическу. И втыкаем на место, где стараемся, конечно, не перетягивать, но я просто так вот сейчас тороплюсь на место, где у нас подготовлена база невидимками. Немножко я перетянула, но вот если я не буду торопиться, у меня получится нормально. В общем, вот примерно вот так вот. Сверху, ну вот можно чуть-чуть еще, если тут что-то вылезает, не нравится, можно как-то подоткнуть. Все по ощущениям. Если не плотно держится, перекручивайте валик, потому что если он посреди мероприятия вывалится шпилькой, он раскрутится, это будет, конечно, нехорошо, если в том, особенно, внутри носок. Поэтому. Ну и теперь приступаем к челке. Ну, это самое вообще простое осталось. Просто расчесываем, кому как удобно. У меня вот, я люблю, когда больше у меня слева волос, чем справа. Примерно. Можно оставить вот так. Можно тут накрутить как-то локоны. Будет тоже очень, мне кажется, симпатично. Ну, я вот не люблю, когда у меня что-то на лицо падает. Я вот тут просто беру и закалываю. Господи, этот звук, у меня что-то в ящике застряло, и я никак не могу понять, что. И этот звук меня просто раздражает. Ну, и второй шпилькой то же самое. Вообще, иногда я еще сзади делаю вот такой вот бантик сюда. Именно на той прическе, которая всем понравилась, был тут бантик. Это обычная заколка, клипса такая. Тоже очень интересно выявить. Можно вот сюда сбоку приколоть, тоже будет интересно. В общем, вот получилось как-то так. Немножко я кривовато тут наколола, вижу, не ругайтесь. Ну, и все это дело залачево. То есть, вот получается как-то вот так вот это вот торчет то, что я не вижу нормально. В общем, вот, все, собственно, вот так вот. Достаточно просто, просто вся фишка в начосе в этом огромном. На самом деле, я извиняюсь, конечно, жутко за звук, но по большому счету можно попробовать, если это какая-то ретро-вечеринка, вот так вот сюда лента пойдет, например, и будет это прям вот конкретная бабета. по-моему, очень даже получается интересно. Ну, и потом это все дело заливается капитально лаком, чтобы, если у кого-то такие волосы хлюпкие, чтобы ничего не развалилось. Ну, в общем, вот все, наверное, все, на этом стоит закончить. Все достаточно просто, главное подобрать валик и побольше начесать, начесать, делать побольше. Все, всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь, надеюсь, понравилось вам, как я исполнила эту прическу, как я вам ее показала. Все, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok